Мы будем продолжать наши уроки в тане самого начала, в седьмой главе, 65-я страница на русскоязычный перевод. И мы продолжаем. В прошлого урока мы соединяли двух частей, в главе шестая, конец главы шестая, и соединяли с начала седьмая. Потому что мы видели контраст между принадлежавшимися три вида клепот и принадлежавшей клепот нога. Клепот на имя нога. Надо тут отмечать, что клепот нога – это виды ангелов, которые делают определенные дела ради Всевышнего. Но они клепот. И этих ангелей присутствуют в мир Брия. Этих ангелей клепот находятся в мир Ецера, в мир Асия, в духовном мир Асия и в нашем мире Асия. В каждой из них присутствует следующее деградатие. В мир Брия у них мало очень зла и больше добро. В мир Асия, в духовном мир Асия, в большинство зла и есть тоже смешанный вид добро. И в нашей Мир Асия, в материальной Мир Асия, то же самое, только в материальной мире. Еще это посредная звена между божественностью и клепот. И мы уже учили Хасидут, что такое посредничество, как выглядит посредничество, когда мы говорим о духовных вещах, что он составляет из двух сторон. То есть, когда мы говорим, что у клепот много, клепот много, есть зла, это зла, но не такой, как есть в три клепот. Это другой вид зла. Помягче. И когда мы говорим, что у клепот много, есть добро, это не божественное добро, это не духовное добро. Это добро относительно к зла. Мы уже получили определение, для того, чтобы понять это, мы уже получили определение в шестой главе, что такое святость. Или что принадлежит святость всевышнему. Тот, который не чувствует свое Я. Помните? Если не чувствуешь свое Я, то тогда этого существа принимает божественное святость. И мы для этого получили, проводили нам, Ребя проводил нам, два вида и образцы примеров ангелов. Это существа, безсомненно. Но это существа, безоговорично, под влиянием и подчинением всевышнему. Поэтому они святые. И евреи, находившиеся здесь, в этом мире, несмотря, что это евреи может быть грешной, и может грешить, и много приложить усилия стороны, не дай Бог, трик-ли-пот, несмотря за этого, только из-за того, что евреи, у него есть такая зацепка, когда будут угрожать его в смерти и потерять святость своего еврейства, он пожертвует собой. Он будет выбирать смерть, лишь не отрубить свой святость своего еврества. Это означает, что в него заложено безоговоричное послушание и принадлежность ко всевышнему. Поэтому он святой. Где выглядит, где отражает святость евреи? В двух случаях. Когда, даже без выбора такой резки, да, когда десять евреев собираются в одной помещении, у них есть разрешение произносить к душу, и за что? Не потому, что они проявили какие-то добро, а потому, что у них есть такой, можно сказать, зерночко, преданность ко всевышнему, их собранность. Десять таких частичек дает им позволение произносить к душу. Или, когда один человек занимается учением Тора, тогда тоже он проявляет в себе вот это побуждение, принадлежность ко всевышнему. Клепат много, такого нет. Нет такой. Их добро – это условно. В чем условно? Это не преданность ко всевышнему. Это как-то как аномалия. Он не совсем эгоист. Например, он скромный. Чего ты скромничаешь? Наоборот, это противо своего «я». Если это «я», я должен себе показать, чего ты скромничаешь. Ты стесняешься в себе. Ты стесняешься, потому что есть какая-то аномалия. Это не крепкое свое «я». Это какое-то не совсем свое «я». Это не добро. Это не добро. Но для клепа это добро. Это смягчение. Это как-то удар в своем чувстве «я». Или чувствовать чужого боли. Из-за этого проявить милосердие. Почему ты проявляешь милосердие? Это что? Тебя мешает? Причем тут ты? Ты живи, у тебя есть деньги, у тебя есть все, что нужно. Живи себе спокойно. Нет, ты не спокойный, ты хочешь кому-то помочь. Почему? Аномалия. Аномалия. Ты это делаешь, потому что ты в чем-то, почему-то так меньше чувствуешь свое «я». Понимаете? Вот это вид добро, который есть у клепа. Клепат много. Какая зла не такая. То есть это зла, это не зла. Это нейтральное положение. Нейтральное положение подразумевает, что я корова, я никак, ни чуточку не божественная, но позволяю евреям меня резать. И если я не больна, то можешь меня есть кошерное. И моя кожа может превратиться в не диван, а в свитоктору. То есть у нее есть возможности взять его и менять его. А в триклипо такого не бывает. Не бывает. Для того, чтобы понять в дальнейшей главе, мы будем встречать в седьмой и восьмой главе обстоятельства. Когда человек поступал неправильно, нарушал один из 613 заповедей, и он превратил один из вещами, которые он воспользовался, и снижал их в триклипот, то этих вещами вроде бы попали в триклипот. Так что происходило так? То есть я взял стейк, а я не кушал его, потому что мне нужно потом пойти в коле и учить Тору. А я кушал, потому что мне нравится его кушать. Даже кошерное. Но мне нравится его покушать. Не для того, чтобы получить какое-то попаление, энергия. Я уже сыт. Я прошел по улицу, меня показали стейк. Он говорит, хочу стейк. Просто хочу. И весь вычаром просто пальцы просто облезли. То есть это точно не добро. В этом ничего хорошего не происходит. Это написано, что он снижается в триклипот. Как? Или если берем грубую ситуацию, очень грубая ситуация. Когда человек взял какую-то картинку дорогую и пошел пожертвовать ее в церковь. Церковь это идыло поклонничества. Идыло поклонничества. Чистое идыло поклонничества. Этого картинка уже принадлежит идыло поклонничества. Она перевратилась в зла. Как это происходит? Для того, чтобы это понять, мне очень хочется вам обрисовывать ситуацию. Царь Соломон говорил, что нового не происходит под небом. Под небом, под солнцем. Ничего под солнцем нового не происходит. То есть, со временем сотворения мира ничего не обновляется, не меняется в наш мир. Что в Собичном сотворил, то есть. Что это значит? Корова, ее сотворение через клепот нога никогда не будет принадлежить по-настоящему три клепот. Никогда. Евреи, которые согрешивши, никогда не будут по-настоящему принадлежить три клепот. И три клепот никогда не превращаться в кошерную. Никогда. Никаких обстоятельств. Как это происходит? При сотворении мира, мы говорили об этом в прошлом уроке, Всевышний через святость, мемалеку лалмин, наполняется всех миров. Пошел и сотворил, допустим, свиня. Того, что сотворит свиня. Он отдал силу три клепот. И они производили, порождали свиня. То есть, плет свиня. В него есть святость, которая его оживляет. Иначе он бы не существовал. Этого зерна находится у клепот, у триклепот. Поэтому и его душа, и его плоть. Все полностью. Поэтому съедать этого мяса, что будет происходить? Потом молиться с ним. Что будет происходить? Этого частичка Бога, который есть в этой свиньях, не освобождается. Она остается у триклепот. То есть, эта свинья, которой человек проглотал, и содержит определенную энергию, и эта энергия принадлежит кому? Триклепот. И ничего нельзя делать. То же самое. Если человек возьмет стейк кошерный и будет съесть его, зерна, вот божественная сила, которая сотворила этого корова, принадлежит клепот нога, то по идее, то, что я съел этого корова, внутри меня энергия принадлежит кому? Клепот нога. Так, где находится снижение в триклепот? Где она находится? Вот это вопрос мы будем заниматься в нашей глябе. Понятно? Или запутанно? Понятно? Хорошо. Только как я воспользовался. Начнем чуть-чуть раньше. И так же существование и оживление. КОЛАМАЙСЕ ДИБУГУ МАХШОВО ВСЕ ДЕЦВИЯ РЕЧЕЙ И МИСЛИ В ДИЛАХ НАШЕВА МИРА ШЕЙН БОГЕМ ЦАД ИСУР КОТОРЫ НЕ СОДЕРЖАВАЕТ ЗАПРЕТ В ТОРУ НЕ ВЕТКА И НЕ СТВОЛ ИЗ ШАСАЛ ЛОЙТЕ МИЦВИ СЛИСАСА ИЗ ШЕСОТ ИЗ ТРИСТО ШЕСТДИСАТ ПЯТ ЗАПРЕЧЕННЫЕ ЗАПОВИД ВИАН ФЕЙН ИХ СТВОЛИ ВЕТКИ, извините ДО ИРАЙСЕВЕ ДАРАБОНОН ИЗ САМОЙ ТОРУ ИЛИ ТОГО, ЧТО ЗАПРЕТИЛИ НАШИМ МУДРЕЦОВ РАК КАК Я ДЕЙСТВАЛ ШЕЙН НОН ЛОШЕМ ШОМАЙ ОНИ БЫЛИ ДЕЙСТВАВАНИ ИЛИ РАЗГОВОР БЫЛ ПРОИЗНЕСЁН ИЛИ МИСЛИ БЫЛО МИСЛИЦА ШЕЙН НОМ ЛШЕМ ШОМАЙ Я НИ РАДИВСЕ ВИШНЕМУ ИЛИ РАДИВСЕ ВИШНЕМУ ИЛИ РАДИВСЕ ВИШНЕ МУДРЕЦОВ РАЦОН ОГУФ ВЕХЕВЦОЙ ВЕТАБОСИ Я ДЕЙЛАЛЕТА ПОЖЕЛАНИЯ МАИ ТЕЛЕСНЕЕ СУЩЕСТВАНИЯ ХЕВЦОЙ ВЕТАБОСИ И ИГО ЖАЖДУ НАПРИМЕР У МНЕ ПОЯВИЛОСЬ МЫСЛЫ НАДО ПОЗВОНИТЬ ПЕТЕ ОН СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЯК Я БУДУ СМЕЯТЬСЯ ДОЛГО У МЕНЯ БУДЕТ ПРИЯТНО В ЭТОМ НИЧЕГО БОЖЕСТВАНО НЕТ ПРОСТО ХОЧУ ПРОСТО МЫСЛЬ ТАКОЙ ЭТО НИЧЕГО ЗАПЛОШЕННОГО Я НЕ ДУМАЛ О ЕГО ПЛАХИЕ ПОСТУПКИ Я НЕ ХОТЕЛ НАГОВАРИВАТЬ НА НЕГО НЕ ДУМАЛ О ЕГО ПЛАХИЕ ПОСТУПКИ КОТОРЫЕ Я ДОЛЖЕН НАГОВАРИТЬ ПРОТИВ НЕГО ПРОСТО ДУМАЛО ЧТО-ТО ПРИЯТНО ИЛИ Я ОБЩАЛСЯ С СУПРУГУ НАДО СЕГОДНЯ ЕХАТЬ ПОКУПАТЬ ПЕРЕД ПОЕСТКУ НА МОРЕ ВОТ СПИСОК ПРОДУКТЫ ПО ЭТОМ ЧТО БОЖЕСТВАНО ЕСТЬ НЕЧЕГО МЕНЯ ЭТО НАДО НО БОГОМ ЭТО НЕ СВЯЗАНО ИЛИ Я ПОШЕЛ ЗАНИМАТЬСЯ МАШИНО В ГАРАЖЕ НЕ НУЖНО ЭТОМ МАШИНО В ГАРАЖЕ ЭТО ЖИГУЛИКОТОРА ДАВНО НЕ ЕЗДИЛ НО МЕНЯ ХОЧЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ПОСТО ХОЧЕТСЯ ПОЧЕМУ ТЕРАПИЯ ТАКАЯ ТЕРАПИЯ У МЕНЯ ЭСТЬ Вот ТАК ХОЧУ Вот МЕНЯ УСПОКАИВАЕТ То есть Тогда что это за поступки? Этих поступки принадлежат КЛЕПОТНОГО Почему? Они не содерживают никакого зла Никакого противовообсовищному Из 365 запретов Она не содержит И Богом не содержит И это не содержит Говорит Ребе дальше БАФИЛУ ГОТСОЙ ГАХОГУФ Даже если это нужно тебе Нужно для жизни Допустим Допустим Мне нужно ПИТЬ Я думаю Надо где-то найти воды Но я не думаю Найти воды И после этого Идти молиться Просто найти воды Хочу найти воды Мне хочется воды Или я пью воды Вода Или я разговариваю С человеком Дай мне вода Нужно? Нужно Но где Богом тут? Нигде Мыслы Не входят Что это Рады того Что я буду служить Всевышнему Просто ради себя Я это делаю ради себя Не ради Всевышнему Они никак не лучше Животная душа В чем они лучше? Животная душа хочет Что я буду существовать И я делаю того Что нужно Для того чтобы существовать Ни в чем не лучше В акул каэшэр лакол Нимшах Нишпа в немшах Мимедрей Гоа Шэйнэс В шевеклибус В ситре Ахра Шеклипуа рэвис А негрэс Клипас нойга Пуэйтогу Фсо што ми Толка габарили Толка што А нефсо Принадлэжэц Клиппа Читвио Тэя клиппа Катурэн Азэвэйца Клипат нога Шебо ойлом азэ Какой клипат нога Ни который В мир брия И ни в мир ацэлут И ни в мир ацэлут И ни в мир ацэлут Нет клипат нога Ни в мир яцэра И ни в мир духовный Мир асэя Або ойлом азэ Вот такой клипа Катурэ есть у нас ЛИ Аникро Катурэн Которэ назвэн Олам асэя Мирасэя Губоэй Кэхуллэй РАК Акой сорт У нас Клипат Большинство От него Зла Рак Мэн И чу-чу-то Есмешиваюць Чу-чуть Добро И что выходит из этого добра? Мы говорили, аномалия. А из этого добра выходят вот эти натуральные, натуральные, добрые поступки, которые есть у каждого Ибря. Это четвертая клепа, она посредник. Без трех клепей сатмейс легамбре, между три клепа абсолютно зла, и между святой святой. Без трех клепей сатмейс. Бывает, и она смешивает с собой в три клепа. Без трех клепей сатмейс. 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 кто он такой. Он отделается и уходит из зла. И он соединяется в добро. Очень интересно. То есть, первое, зла никогда к добру не происходит. То есть, зла никогда не превращается в добро. Это исключено. Куда зла идет? Испаряется, уходит, исчезает. Зла – это сотворение не настоящее. Это иллюзия. Поэтому иллюзия уходит. Что остается настоящее? Что настоящее? Добро. И это добро уходит из состояния клепот и соединяется в состояние святости. Я еще не знаю. Потихоньку. Почему зла – это не настоящее? Почему зла – это не настоящее? Что холокост не настоящий? А? Настоящее? А в чем зла – не настоящий? Ну, он же там голова. Поступки, конечно… Холокост материальный. Ну, а что, в духовный мир не существовало? В духовный мир? В духовный мир, что не существовало холокост? Да. Только холокост материальный? Материальный мир, но это влияло на всех миров. Как можно сказать, что страдание 6 миллионов евреев – это ничего. И кроме 6 миллионов евреев, еще было бы сотни миллионов человек пострадавших. Пострадавших. Думаете, что в Совершении это было все равно? Не все равно. Это была очень серьезная ситуация. Зла – не настоящая, потому что она сделана специально для этого мира. Она не содержит ни зерна правды. Это чистый ложь. Чистый ложь, который нам, кажется, правильный или настоящий. А по-настоящему это смешно. Объясню. Что такое загадка? Мы берем ребенок и даем ему загадку. Что такое загадка? Это последствия. Загадка, по сути, вопрос неправильный. Он просто запутал ребенок, потому что логика не понимает, как преудалить вопрос. Вопрос сложный. Он неправильный. Поэтому это загадка. То есть есть ответ, явный ответ. Нет вопроса. Просто ребенок или человек взрослый, который ему эту загадку подкидывали, пытались ему сказать, ну, переодоли просто. Это вопрос, который ложный, он неправильный. Он смешной. Когда ты найдешь ответ, вопрос не стало. Иногда есть вопрос. Вопрос серьезный. Но по сути, загадка, это ложный вопрос, настоящий ответ. И когда я найду ответ, был вопрос? Нет, не был вопрос. Вопрос уже нет. Это не что, я сейчас припомню вопрос. Вопрос был интересный процесс. Нет, не интересный. Он уже не существует. Не существует. То есть, для кого есть вопрос? Для нас нет вопроса. Для Бога нет вопроса. Это вообще глупость. Это не существует. Что такое зла? Я есть. Это вес зла. Я есть. Но я есть. Все начинается через я есть. Все, 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 все. Я есть. Это есть зла. Зла в любом направлении, в любое место. Я есть. А это ложь. Ты нет. Мы нет. Никого нет. Это все временно. Это все смешно. Это не серьезно. Но вот этого сильного я есть, это есть зла. Это правда. Нет, не правда. Не правда. Ты сотворение Всевышнего. Ты никто. Но тем не менее, чувство я есть, она сильная здесь, не где-то. Здесь она сильная. В другое место это смешно. Вот это смешно. Вообще ничего. Когда мы говорим, что мы берем корову и перевращаем ее, допустим, к жертвоприношению в безбех, что мы убираем сразу к стороне? Я есть корову, а нет уже? Ты уже нет коровы. Ты уже жертвоприношение Богом. То есть, я есть ушел, что остался? Творец, силу Творца, который сделал корову. Вот он объединяется с Богом. Что остается? Соединяется со Всевышним. Частичка Богом, который творила вот этого корова. Поэтому, когда мы говорим, что что-то меняется в клепат нога, это не зла. Корова не становится святая. А силу Всевышному, который есть в коровах, он перевращается в святость. Он соединяется обратно к источник Бога, который его делал. Поэтому написано, по приходу Машех, в сруах от ума, тма, который будет, я сниму из земли, ее не будет, все. Останется только без я. Все останется только без я. И Рэбе переводит несколько предложений, несколько примеров, как клепат нога перевращается в божественность. Первый. Кегон де вихмошел. Например. Он ешь жирное мясо и дорогое, вкусное вино для того, что расширять своего способности понимать учение Тору. Кеде ома Рове, как сказал Рове. Рове – это один из Могаим. Хамро Верейхо Хуло. Рове пришел в Бетмедгаш на дом учения. Ему задали вопрос, и он затруднился отвечать. Это было, наверное, не на своем уровне такая трудность. Это для него было не так сложно. И он оправдывал себе. Он говорит, я еще не успевал съесть моего кусок. мяса и пьет моего долу вино. Поэтому мозг не чист. Скажите мне. Я не все считаю, что вы такие. Но, например, у меня есть такие проблемы. Когда я ем вкусное мясо и еще добавляю к этому стакан вино, первое, что я хочу делать, это спать. мы знаем, у вас есть такой проблем. Я думаю, что у вас нет такие проблемы. Вы сразу бежите в синагогу. Но у меня есть такой проблем. Тихий час. Да. Тихий час. после. Но спать не хотят. Ну, и у меня как-то, как-то я, я думаю, хочется танцевать. Каждый по-своему, да. Но почему-то не бежим в синагогу. Нет. А у Рава, отсутствия кусок жирного снега и бокал вино не хватило ему. Почему? Почему у нас это так, а у него это по-другому? Почему так? Потому что, что Рава по-настоящему был другой сорт человек. Мы уже учили. Это человек, который для того, чтобы забрать его душу, ангел смерти не мог подойти, потому что он учился Тору так бесперерывно, что он не мог коснуться к нему и забрать душу. Ему пришлось хитриться там для того, что он будет остановиться в учении и так называть забирать душу. То есть, это другой сорт человек, абсолютно другой сорт человек. Он относился к еду непосредственно на ее вкус и жирность по физическим соображениям. Для него это было реально обеспечением физической способности к учению духовного мира. И он чувствовал нехватку этим для того, что мозг будет работать по-другому. Или, как написано в Хасидут, что частичка Богом, находившаяся в жирной амьяса, и частичка Богом, который находится в бокал вино, ему не хватало для того, чтобы поднять мозг на уровень обучения, который ему нужен. Мы далеки из этого, конечно, нам это не помогает. не связан с такого уровня. Но тем не менее, говорит Ребе, вот один пример. Пример, где, как получается, что жирное амьяса, вкусное амьяса, и дорогого вина перевращается в духовность, вот это человекокрава с его обучением перевращает их в духовность. Почему? Потому что ему нужно вот этого частичка Богом, который находится в этом жирное мясо, и этого кусок бокала вина, для того, чтобы учить Тору, иначе он не учится хорошо. Ему это не хватает. А его обучение очень важно для Талмуда, поэтому это и есть перевращение к святости. Но это не связано с нами. Поэтому Ребе переводит еще один пример. О! Бишвил или для того кеде лекаем митсвас ойнек шабес веюнтев. для того или для того, что выполнить радость емтев и шабес. Когда человек кушает в субботу и в праздник, кушает вкусная еда, что это делает ему? Радость. Ему приятно. Из-за того, что ему приятно, и так повелили Тору, что ему должно быть приятно в праздник. Веоису Ах Самеях и будет из-за этого рад, из-за этого он выполняет заповедь. То есть этого вид еда, она и есть заповедь. тут уже это касается каждого из нас. Это не только раба. Не только раба. Когда мы ходим в супу, как вчера мы делили, и нам дали вкусная еда из нашего кухни, и каждый получил из этого удовольство, физическое удовольство, он выполнил заповедь о субботу и емтов, и эта заповедь высчитывается не как лепотного, а теперь как святую, как стороне святой. А зай низ баг эл хаю сабос в хая вот в таких обых случаях или раба в будных день, когда это для учения тору на уровень раба, или для нас в трапезе субботу и емтова отделается между хаю сабос в гая оживлением не физически вино и мясо, оживлением мясо и вина шая ниш пам клепос клепос нога который как сотворилось этого вино как сотворилось этого корова через клепот нога она отделается оттуда сила сотворения отделается в и он поднимается ко всевишнему к ойло и к корбону как жертвоприношение то есть то есть оттуда милт милт деб деб дихусе человек шутит шутит это называется это выражение называется лейцонас лейцонут клоняда человек клон а когда человек шутит он шутит под определенной целью для чего он говорит шутки лефакеях дайте вот как у нас говорят зачухаться выходить из своего туманного положения у ласаме ахлибой радовать себе для чего ла шэм для всевишнами у латой росой у лавой досой и для того что учить тору и для того что молиться человек должен быть радостный и он не может быть депрессивный и он слушает шутки очнулся оживился все хорошо тоже хорошо или когда он произнес своего урока перед его учеников шамар лефне милтеп дихусай тхило перед началом уроков он начался сутком у бадхи рабон и учеников начали посмеяться вот урок уже оживился и начали учиться то есть иногда так надо то есть говорить шутки просто так посмеяться как глупый я уже в каком-то мероприятии был сто грустные люди высмеиваются тупо на какие-то глупые шутки это реально грустные зрелижи а когда ты говоришь какая-то шутка и перед этим начинается фарбринг и они все улыбаются всем приятно это хорошо это тоже вот слова которые я сказал шутки перевратили и склепать нога в божественной стороне это хорошее слово правильные слова слово